Термин химиотерапия на данный момент является всеобъемлющим, поэтому гораздо более правильно говорить о лекарственной терапии. На данный момент в лечении практически всех новообразований входит системная лекарственная терапия на том или ином этапе. Под термином лекарственная противоопухолевая терапия подразумевается это химиотерапия или монохимиотерапия или полихимиотерапия применения нескольких препаратов в одной схеме, либо гормональная терапия, либо таргетная терапия. Сейчас, так сказать, очень нашла свое применение при многих локализациях и считается как бы новейшим и эффективным способом лечения злокачественных опухолей, потому что она направленного действия именно на ту опухоль, которая была подвергнута иммуногистохимическому исследованию и иммунотерапия. Со временем спектр применения иммунотерапии также растет. Если изначально это была меланома, не мелкоклеточный рак легкого, то сейчас это буквально 1-2 локализации злокачественных опухолей, где эта терапия не применяется. Еще одним важным аспектом лечения лекарственной терапии является минимизация разрыва между человеком и социумом. На это адаптированы современные методы лечения. То есть те пациенты, которые молодые, без сопутствующей патологии, не сильно распространенный рак, все-таки мы стараемся лечить их так, чтобы они даже имели возможность работать и не говоря о том, чтобы пребывать в семье, в социуме, ходить в театры, на выставки и тому подобное. Но чаще всего химиотерапия проводится на круглосуточном стационаре в рамках курсового лечения, которое может продлиться несколько дней. В некоторых случаях непрерывность инфузии достигает 46-48 часов. Больным предлагается ставить порт венозного доступа. Это объясняется не только удобством введения химиопрепаратов, но и тем, что лекарства разрушают стенки периферических сосудов из-за своего токсического действия. А это со временем вызывает другие проблемы, например, флебит и так далее. С развитием подходов к лечению карцином онкологи все больше и больше отдают предпочтение иммунотерапии. Приоритет, конечно, во всех направлениях отдается иммунотерапия. То есть химиотерапия, она имеет право быть, она была, есть и будет, но приоритетным направлением это является таргетная терапия и иммунотерапия. Для этого опухоли, биоптаты опухоли отдаются на определенные иммуногистохимические либо молекулярно-генетическое исследование. Соответственно, от выявленных либо не выявленных мутаций назначается данный вид терапии. Это достаточно перспективная терапия будущего. Субтитры создавал DimaTorzok